Брестская область завершила жатву. Аграрии первого региона первыми в стране завершили уборку зерновых, зернобобовых культур, а также рапса. Эта уборочная кампания стала рекордной для ряда территорий и экипажей. Мы первыми в стране намолотили миллион тонн зерна и успешно справились в битве с погодой за урожай. Подробнее в репортаже наших корреспондентов. Первый регион первым в стране завершил уборочную кампанию. Убраны зерновые, зернобобовые и рапс. Полным ходом идет подготовка площадей подсев нового сезона. Показатели области пример для многих. Средняя урожайность по зерновым и зернобобовым более 38 центнеров с гектара, что лишь на два центнера меньше рекорда прошлого года. Всего на полях работало 1380 комбайнов. Из них 60 новых. Парк техники в первом регионе регулярно обновляется. Мы уже приступили к уборке проса. Речихи уже практически считанные дни остались до начала уборки кукурузы на зерно. Ну и самое важное, наверное, для кормопроизводства мы начали убирать кукурузу на силос. 3000 гектаров этой кукурузы уже убрано. Всего предстоит 195 тысяч. И начали заготовку кукурузного силоса на данном этапе. Продолжаем реализацию зерна в счет госзаказа. Волобой на молот зерна превысил 1 миллион 300 тысяч тонн без учета рапса. Если учитывать масло семена этой популярной культуры, преодолен рубеж в полтора миллиона тонн. С учетом сбора кукурузы на зерно область приблизится к показателю в 2 миллиона тонн, чтобы догнать лидера – Минскую область, где уже преодолели этот рубеж. Второе место по валу у Гродненской области – миллион 700 тысяч. Сегодня можно ответить в лидерах. Это Ляховичский район, и Барановичский, и Пружанский, и Каменецкий, где намолотили более 100 тысяч тонн зерна. Ну, а Ляховичский район у нас лидирует по урожайности зерновых. Они получили на круг почти по 40, чуть более 47 центнеров с гектаром. Что касается передовиков, сельхозорганизации, пока не буду раскрывать секреты. В этом году в Брестской области самым результативным по личным рекордам стал Барановичский район. Так, хлеборобы ОАО «Крошин», работающие на отечественной технике, показали весомый результат. Комбайнер Игорь Гаврик намолотил более 5 тысяч тонн зерна, а его коллега, водитель Вячеслав Трус на автомобиле МАЗ перевез более 7 тысяч тонн. А еще несколько десятилетий назад цифра более чем в тысячу тонн казалась невозможной. Это больше заслуга компаньеров. Если они не будут жаты, не будет моих результатов. Даже уже не замечаешь эти цифры, они ничего не значат. Самое главное – урожай убрать без потери вовремя. Эта уборочная кампания стартовала рано – в конце второй декады июня. Из-за погодных условий в график уборки вносились коррективы. Однако, благодаря упорному труду и выверенной стратегии удалось закончить жатву с хорошим результатом. Брестский район сегодня находится на втором месте по урожайности. Если брать итоги, опять же, промежуточные, по уборке ранних зерновых и зернобобовых культур, если на первом Ляховичске 47, то следующий идет Брестский, почти 46 центнеров они собрали по кругу. Район валообразующий, район крепкий технически и со своими кадровым потенциалом. Президент поставил задачу для агрария в страны – намолотить не менее 10 миллионов тонн. И первый регион внес значительный вклад в общее дело. Область уже ведет активную подготовку к фестивалю «Дожинки», который соберет лучших хлеборобов и тружеников села. Торжества пройдут в сентябре в Микошевичах Лунинецкого района. Роман Аншиц, Юрий Плинда, телерадиокомпания, Брест. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова